Российский этап Евролигии по пляжному футболу пройдет с 28 по 30 июля в окрестностях, возможно, лучших пляжей Москвы, а это звучит гордо. Стадион «Янтарь» в Строгино вообще правильное место для солнечных видов спорта, которое ассоциируется в массовом сознании скорее с отдыхом и релаксацией, чем с суровой патагонной пахотой. Да и опыт здесь накоплен серьезнейший. Евролига в Москве далеко не в первый раз. Инфраструктура готова, песок арены блестит и манит. Осталось только начать. Все отработано до идеального состояния, безусловно, за что отдельное спасибо всем службам, всем департаментам города Москвы и, конечно, мэру лично Сергею Семеновичу Собяину, который поддерживает такие мероприятия, как наша Евролига. И мы вовремя получили все разрешения, все согласования, все допуски, пропуски и всю-всю-всю необходимую поддержку. Поэтому вы видите, что стадион полностью готов и люди хотят очень увидеть это соревнование. Однозначно это будет феерично. Но нам есть куда развиваться, конечно. В том году мы знаем, что многие даже и не смогли попасть на стадион, поэтому сейчас в этом сезоне мы увеличили трибуны. Однако у нас есть в проекте и вообще реконструкция этого стадиона. Тоже согласованное с правительством Москвы и строительство нового поля, увеличение трибуны, постройка именно стационарного стадиона. Посмотреть придут, безусловно, в первую очередь на сборную России. На ту самую команду, которая в Евролиге побеждала четырежды. В этом легко убедиться. Богатое прошлое представлено на месте событий в виде самых, что ни на есть, настоящих завоеванных трофеев. Сейчас наша сборная молодеет и старается снова встать на уже пройденный в совсем недалеком прошлом путь сильнейшей команды Земли. Здесь очень легко узнать тех, кто отвечает за связь поколений. Например, Леонова, который еще не закончил официально играть, но уже официально вошел в тренерский штаб. Или Бухлицкого, который пока травмирован, но хочет и может быть где-то рядом в привычной атмосфере. Дабы продемонстрировать, что борьба с проблемой роста идет в правильном направлении, сборной России предстоит попотеть. Первый этап Евролиги был не слишком удачным и место в суперфинале, которое состоится в Италии, пока далеко не гарантировано. Чтобы решить эту промежуточную задачу, в Москве неплохо бы выступить хорошо. Например, что уж мелочится выиграть все три матча. У Греции, Беларуси и Швейцарии. Сейчас узнаем, кому из соперников надо отнестись наиболее трепетно. Ну я считаю, что у нас два тут принципиальных соперника. И сборная Беларуси, и сборная Швейцарии. Это абсолютно разные команды, и футбол у нас тоже будет абсолютно разный. Я думаю, что со Швейцарией зрителям следует ожидать много голов и открытый такой футбол, атакующий. А вот со сборной Беларуси будет посложнее, и тут уже больше будет позиционная какая-то игра от обороны, много борьбы и так далее. Но не могу вот из этих двух команд выделить кого-то, и с той, и с той будет очень сложно. Всего несколько дней назад сборная России вернулась с весьма солидного, несмотря на уменьшительно ласкательное название, турнира Мундиолито, где потоптало песок в компании бразильцев, португальцев и французов. Короткая пауза между двумя мероприятиями совсем не значит, что состав будет под копирку. Во-первых, в Португалии получил травму жариков. Во-вторых, на сборе в Москве тем, кто побывал на Мундиолито, подключились еще шесть человек. Определить играющих на этапе Евротур – это, кто высомневался, работа тренера. Михаил Лихачев определился и сам же огласил заявку. Вратарей Островский-Чушков, полевые игроки Шкарин Папоротный, Виктор Крышанов, Борис Никоноров, Алексей Макаров, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов, Юрий Крышиненников. С поправкой на то, что последний чемпионат мира прошел без нас, Евролига для сборной России превратилась в главный по существу турнир 2017 года. Ну а тот факт, что этот этап домашний, только добавляет трех ближайшим играм статуса и значимости как для самих футболистов, так и для тех, кто придет эти игры смотреть. А в том, что смотреть придут, здесь никто не сомневается.